так мне предстоит обрезка вот этого можжевельника я его формирую вот таким вот образом в этом году я его еще не стригла и все вот эти вот приросты надо красиво постричь чем сейчас и займусь вот эту и тоже надо будет подровнять и вообще нужно будет кормить всех войны и успеть в этом сезоне так вот пока что предварительно получается инструментами нужны вот такие кусторез пила фискарс например небольшая такая секатор обязательно перчатки кстати говоря вот эти перчатки по моим 400 рублей стоит леруа мерлен очень неплохие их даже стираю тоже они кожаные такие грязненькие выдерживают сдерживать все колючки и роз и можжевельников значит каждую веточку я стараюсь отдельно проработать вот например идет ветка и у нее я буду убирать вот эту нижнюю чтобы она ее не утяжеляла и вот эта верхняя ветка нижнюю не притеняла то есть вот тут вот сейчас буду спиливать также убираю все раскрывшиеся почки по стволу вот это вот упущена прошлая обрезка торопилась беру все пеньки уже здесь срезала вот такую большую ветку и замажу бальзам так бальзамом и тисовским здесь после зимы разломила от тяжести мы сюда накидываем снег и здесь он поздно тает превращается в лед и вот так вот треснула ветка я бы ее спилила вот так но меня муж гуманист и вот так вот он ее перевязал понятно что это ничего не приживется но если ему хочется провести эксперимент пусть проводит ну потому что здесь уже дупло и бесполезно сохранить вот эту ветку ее надо удалить но здесь уже на вкус и цвет в середине можно оформлять как угодно делать красивые завихрение какие-то ответвления комбинации стволов вот и я не стремлюсь делать идеальные подушечки просто облегчаю крону стараюсь свою плащ-палатку двигать по периметру куста и стричь и стричь можжевельник так еще и еще сейчас некоторое время работаю нижние ветки вот такие тоже все застригаем это более ювелирная работа для секатора вот если прохожусь по верху и внизу вот здесь уже застригла и здесь оголились некрасивые веточки но они все затем обрастут и будут пушистые здесь притеняла ветку вот эту здесь не хватало солнце поэтому вот такая ситуация такая такой цвет хвои получился вот приблизительно что получилось приковырялся и здесь где-то больше часа на самом деле можно еще здесь часа два все ювелирно доработать вырезать все оставшиеся на стволе проснувшиеся почки чтобы это было красиво вот такие например надо удалять чтобы стебли были пушистенькие на концах а можно не удалять если есть желание вырастить отсюда еще одну ветку срезы я обработал вот этим эти соски вальзамом вот уже фонарь включился до вечера приковырялась осталось теперь только подкормить буду подкармливать акварином хвойным 30 грамм на 10 литров воды под корень вылью наверное сюда 3 30 литров три ведра на этот большой куст старый можжевельника первый раз когда я его стригом был совершенно ужасно запущен собственно я вырезала огромные стволы формировала его вот таким пауком столько я настригла с него зелени и сучков вот таких все здесь продула воздуходувкой вот такая у нас ускорно но я и не довольна девушки девочки женщины покупайте для себя воздуходувку с аккумуляторной батареи с бензином и я не могу тяжело и не понимаю эту бензиновую технику ну так вот все на сегодня я закончила осталось только вот этот объект постричь пойду варить варенье из яблок апельсинов миндаля лучший отдых это смена рода деятельности всем спасибо пока пока после стрижки хвойных желательно весь инструмент очистить каким-нибудь специальным средством потому что все в смоле каким-нибудь чистящим средством специальным либо вот вы до 40 пройтись тряпочка потом вытереть насухо ну чтобы все инструменты были чистые готовы к последующим всяким рекордом пока пока портелите он вот все Продолжение следует...